Бука-бука-бука-бука-бука. Шоп-бука-ру. Где Адам прибывает в Прагу, знакомится с местным гостеприимством, в кавычках, и после взрыва отправляется расследовать кто да почему. И тут уже начинается геймплей, который хоть и очевидно перенял какие-то идеи из Dishonored, вроде блинка, что в принципе объясняется модификацией системы IKAR. Главное, что всё то, за что мы любим Deus Ex на месте. Это и музыка, и выверенный стиль, умный стелс, в котором всегда есть несколько путей решения любой проблемы. Помимо всех новых гаджетов, переделанных аугументацией и очень грамотной смены энергетических блоков на цельную полоску количества энергии, очень большой упор делается на шутерную механику, что как мы лично считаем, незачем. Deus, он всегда был про другое, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Хорошо это или плохо, уже каждый решит лично для себя. В конце презентации снова многие потекли от игрового неба, да и в целом от графической и визуальной части. Всё-таки пока что на рынке нет более эстетически привлекательной серии. И вот после получасовой презентации мы направились в тихие, спокойные кулуары бизнес-центра, где нас уже ждали разработчики Deus Ex, и готовились к каверзным вопросам. Собственно, полное интервью мы вам и предлагаем посмотреть. Итак, сиквел Human Revolution. Было много концовок. Какую выбрали именно вы? Лично я выбрал ту, где Дженсен нажал на кнопку, затопил станцию и никакую другую не пробовал. Также взорвал станцию. Думаю, это было правильно. В прошлой игре Адам Дженсен мог найти кучу отсылок к серии Deus Ex. Продолжится ли это такая традиция в Mankind Divided? Персонажи из прошлых частей в переписках на компьютерах, которые можно взломать и так далее. Да, конечно. Это неотъемлемая часть вселенной. Временной период тот же, так что если вы будете внимательными и хорошо знаете лор серии Deus Ex, тогда вы заметите такое, что заставит вас сказать, «А так это тот самый парень!» или тот самый персонаж. Я знаю, это мои любимые моменты, когда находишь какую-то заметку про персонажа, и ты такой, «Боже мой, 10 лет прошло, а я их еще помню!» В серии Deus Ex всегда было большое разнообразие городов, разные континенты, регионы, и можно было побывать в местах, в которые нет возможности попасть, слетать или пешком, скажем, дойти. Адам Дженсен и Джейси Дентон были как Джеймс Бонд. Мотались туда-сюда, здесь террористы, надо разобраться, там я уже в пути. И неожиданно в геймплейном демо «Прага». Почему выбор пал именно на нее, а не на какую-то другую столицу или крупный город? Что ж, начиная разработку любой игры, мы прикладываем список мест действия, в которые интересно было бы попасть. Иногда сам сюжет диктует нам, куда лучше отправиться, но в основном мы сами решаем, что, скажем, этот город игрокам было бы интересно посетить. И «Прага» именно потому, что в прошлой игре не было ни одного европейского города или страны. Была Америка, Азия, Северный полюс или посреди океана. После окончания разработки Human Revolution мы уже знали, что в следующей игре обязательно будет Европа. Какой-то европейский город. Мы хотели сделать так. Тогда еще мы не понимали, какой именно. Но что это будет Европа, это точно. Мы устроили мозговой штурм на тему сюжета, локаций. Главной темой стала сегрегация и дискриминация. И мы пришли к выводу, что нам нужен старый город, но одновременно новый. Такой, знаете, на стыке, где сходятся новые технологии и консерватизм. Прага отлично вписывалась в наше видение. Я не говорю, что других нет. Просто мы остановились именно на столице Чехии. Это было одной из причин. Но также это город с богатой историей. И на его примере хорошо показать контраст, так сказать, обычного города и голем-сити. Гетто, где выживают бедные аугментированные люди. Это, наверное, самая главная причина, потому как только с помощью этого города мы можем рассказать нашу историю. Вы упомянули сегрегацию по отношению к аугментированным людям. Как это будет показано в игре, помимо очевидных террористических атак и прочего? Может, какие-то детали, мелочи? Иногда это будет бросаться в глаза, как голем-сити или террористические акты, как вы сказали. Но мы хотели сделать так, чтобы вы чувствовали, как напряжение витает в воздухе, в повседневной жизни. Граффити на стенах. Совершенно верно. Российские высказывания, осуждающие взгляды. Что-то такое. Никто на вас не нападает, но вы ощущаете, что вы здесь чужой. Другие моральные устои вам не рады. Кто-то с широким кругозором относится к вам нормально. Кому-то все равно. Другие же, наоборот, очень радикально настроены. Все это очень похоже на 50-е и 60-е года в США, когда сегрегация была очень ярко выражена. Сейчас 2015-е, у всех равные права, но все равно, статистически, полицейские больше притесняют чернокожих, нежели белых. Такое лицемерие в абсолюте. Так что да, это такая тонкая штука, которую надо почувствовать через детали и атмосферу, чего мы и добиваемся. Ровно как и есть другие скамейки для аугментированных. И они все старые, грязные, разрисованные граффити. Никому до них нет дела. Никто этим не занимается. Я всех иностранных разработчиков спрашиваю об этом. Все-таки мы в России, в Москве, а Прага довольно близко к нам. Я знаю, куда вы тлоните. Может, Дженсен посетит нашу страну? Было бы неплохо, да? Я имею в виду в игре, по сюжету. В Mankind Divided, к сожалению, России не будет. Однако в 2007, когда мы рассматривали варианты новых локаций, то Москва была в списке возможных кандидатов. Извините, то есть все было серьезно? Арты, предварительный дизайн? Да, Москва архитектурно богатый город. Метро, монументальные строения. Мы правда хотели включить ее в игру, но при дальнейшем рассмотрении она все-таки не прошла отбор. Но это правда очень интересный город, который хорошо бы вписался во вселенную Deus Ex. Так что в настоящий момент России не будет, но это не значит, что в следующей игре ее не будет. Все возможно. Хорошо, мы подождем. Для этого нужно, чтобы эта часть продалась хорошо. Окей, тогда я куплю как можно больше копий игры. В прошлый раз Адам был больше частным детективом, который в основном полагался на свои собственные силы. Теперь же, работая в Интерполе, появятся ли у него какие-то новые возможности? Ну, типа вызвать вертолет, чтобы разбомбить базу террористов, или просто вызвать подкрепление? Или все-таки, как и раньше, придется все решать самому? Ну, он работает в Task Force 29, подразделении Интерпола. Он до сих пор такой волк-одиночка. Однако у него есть коллеги, у которых тоже есть свои задания. Да и Дженсен преследует свои личные цели. У него есть вопросы, на которые он сам хочет получить ответы. Посему ни о каких подкреплениях речи не идет. Он снова сам выполняет все задачи, сам ведет расследования. Помогать друг другу они могут, но только вне миссии. Вы, я смотрю, недавно играли в Metal Gear. Каюсь, было немного. Вот этот парень точно много играл. Любит фултоны и все такое. Мы придерживаемся основной мысли Human Revolution. Я думаю, это очень важно. Игра про выбор, его последствия, про игрока в целом, про личные приключения каждого игрока. Это делает прежний опыт более ценным, как я думаю. Знаете как, если помните Resident Evil. Все было здорово до четвертой части. Это настоящий сурвайвл-хоррор. А потом пятая и шестая части, когда два игровых персонажа на экране. Кооператив не самая лучшая идея. Это рушит все. Атмосферу, страх того, как ты идешь один по коридору. Конечно, это разные игры, но я лично думаю, что Deus Ex испортит такие нововведения. И разрушит ту тонкую материю персонального вовлечения в игру. Когда все решает один человек, и он сам в ответе за то, что сделал. Похоже, это будет очень хорошая игра. Итак, один из последних вопросов. В трейлере можно было заметить голограмму руки, что держит глобус. Фанаты сразу узнали в ней эмблему Majestic 12. Будет ли сия организация как-то фигурировать в сюжете? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не хочется спойлерить. Так, ладно, стоп, 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 стоп. Тогда не нужно. Я хочу узнать это сам. Отлично, идеально просто. Если это спойлер, значит это что-то хорошее. Хочу сам это пережить в игре. Вы облегчаете мне задачу. Спросите еще что-нибудь, и я такой, это спойлер, это тоже, и это. Собственно, большое спасибо за интервью. Было очень приятно. Спасибо, что пришли. Что же в итоге? Игра обещает не только быть на уровне Human Revolution, но и даже превзойти ее. После презентации и личного общения с разработчиками в это охотно верится. А если вы разделяете наше скромное мнение, то милости просим в магазин компании Бука за предзаказом. Также следите за обновлениями на канале PZR Info, где вскоре пройдут стримы с розыгрышами футболок, плакатов и прочих ништяков, как по играм серии Deus Ex, так и по другим ожидаемым проектам. Пока, ребятки. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я никогда не просил этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА